Нам никуда не деться от нашей Беларуси. И вот на этой неделе кто-то прожил с дверьми в сортир, в свой мысленный сортир, умственный сортир, с дверьми нараспашку. А вот Александр Григорьевич наоборот. Он заперся, замок изнутри навертел, повесил, погасил свет, поднатужился и, не снимая штанов, совершил акт влажной инаугурации. И, как я понимаю, даже не спустил воду. Вот действительно, вот первый... Насчет воды, кстати, все нормально. Сейчас водометы работают, насколько мы видим, на улицах города Минск. То есть они спускают воду уже непосредственно на белорусов. Очень трогательно, конечно. Нагадил он, а вода досталась им. Но вот действительно, это первый, наверное, президент в мире, который инаугурировался, как будто бы вот в тапок нагадил в узком кругу опричников, по тараканье. Вот Василуткин, мой друг, мне тут же написал «Тараканагурация». И причем тоже ведь все, не слава богу, все очень неблагополучно, поскольку вот сейчас бы и правые, и левые, и кремлевские, и ходорковские, любые должны были бы держать кулачки за мирную революцию в Беларуси, за торжество вот того стиля, который мы видим на протяжении уже месяца за Тихановскую, за Колесникову. Вот если бы у всех было мозгов чуть-чуть побольше, включая Кремль, то все бы делали для победы белорусов все. Сейчас объясню. Потому что и у них самих, и в Кремле в том числе, появилась бы надежда, что в случае чего их тоже выпрут бескровно. Потому что неприятности ведь могут начаться у любого режима, ты же понимаешь, да? И что будет... Ну так об этом весь спич, я так понимаю. Да, да, об этом... Вот что будет означать поражение мирной тактики белорусов? Отнюдь не фиаско самих белорусов, да? Не крушение либеральной или цивилизационной идеи, которую они исповедуют. Это будет всего-навсего приговор тем методам, которыми они действуют против диктатуры. Методам мирным и цивилизованным. А вот если протест схлопнется, то будет доказано научно и лабораторно, что такая тактика бессмысленна и для всего остального советского, постсоветского пространства, и для России, и для всех в общем, да? Потому что... Значит, действенно тактика... Например, Украины, да. Совершенно верно. Потому что сейчас понятно, что зло почти неуязвимо, что оно не может быть прекращено таким образом, что вот это движение к войне, к невменяемости, к коллективному самоубийству, как в Джонстауне, да? Потому что диктатуры именно туда и ведут, что... Ну там в Джонстауне, правда, пили компотик, если помнишь, да? С цианидами. И на всякие голосования, какие бы они ни были, умные или глупые, в общем, тоже полагается смешно, потому что можно себе представить там в Мордоре, в Мордоре орки выбираются урона. Исход этого голосования, в общем, конечно, предрешен. А все мы немножко орки. Кто получше отмыт, кто похуже, но все равно все мы орки, и мы об этом помним, да? И вот Беларусь, которая перепробовала все мирные законные способы и выяснила, что, в общем, они не слишком эффективны. И понятно, что, скорее всего, уже будет взята другая тактика, и надеяться диктаторам и тиранам на мирное выпихивание уже не придется. Вот Александр Григорьевич, хотя Евросоюз, его поставил на счетчик и твердо указал дату, когда ему, в общем, будет пора собирать вещички, сушить картофель, готовиться на выход. Тем не менее, вот он продолжает разжигать. Чем он занимается? Он сейчас в Беларуси разжигает гражданскую войну. Он вливает бешеные деньги в свои ОМОНы, заваливая их обещаниями, квартирами, дрессируя, накаляя армию, покупает оружие. Он зачем-то инаугурировался, хотя на это явно не стоило тратить времени. И заморачиваться. Исход все равно понятен. И вот здесь мы подошли вплотную уже к теме от закрытых дверей к открытым дверям. Потому что зачем надо было тратить бешеные деньги на российских знаменитостей, не очень понятно. Но здесь мы видим, что дверь в свой сортир... Может быть, они все бесплатно приехали по зову сердца. Такого не может быть, Александр Григорьевич? Ну, по зову какого-нибудь другого органа возможно. Но вот они забыли прикрыть дверь в свой сортир умственный, потому что такого тоже, конечно, нельзя показывать. Такие наклонности могут быть у любого человека, но их нельзя тащить в мир. Я имею в виду вот это вот соучастие искреннее, такое на голубом глазу. горящее соучастие в Лукашенковщине либо для этого нужна какая-то исключительная извращенность, помноженная на столь же исключительную наглость, либо нужна полная безмозглость, потому что сознаваться в том, что мне нравится насилие, мне нравится, как избивают, мне нравится, как насилуют, мне нравится, как душат газами, в общем, сознаваться в этом это немножко легкомысленно. А если их поступок перевести на русский язык, то никакого другого смысла в общем-то в нем не будет. И обрати внимание, что все их проделки уже не кажутся такими милыми, а все их перья в заднице уже не кажутся такими просто ипотажными. Все-таки вот от шута не должно так сильно вонять кровью, а завоняло в какую-то минуту. Вот если бы там, например, Басков или Басков, он бы навестил бы своего друга полпота в джунглях. Вот идет, там снятые с людей кожи болтаются с лиан, он их разгребает, идет за своим другом полпотом, перешагивая через горы отрезанных голов и так вот в темп расстрельным очередям еще пританцовывает. Конечно, есть надежда, что может быть это не патологический склон. Резонаторы, да, вот вокал требует резонаторов по одной, да, совершенно верно, вот в черепе должны быть пустоты, которые окрашивают выходящий звук. Это необходимая штука. Плохо, когда эти резонаторы занимают больше трех четвертей объема черепа, тогда для таких мелочей, как мозг, в принципе, не остается места. И вот его брат по резонаторам Киркоров, который тоже отметился в этой истории. Вот я все думаю, если бы фанера была бы изобретена, например, там, в 16-15 веке, и были бы изобретены провода, микрофоны, и вот мы знаем, да, что сожжение эритиков, там, сожжение Бруна, оно протекало очень негладко, потому что все не разгоралось, не те подвезли дрова, не так приковали, слишком... И вот эти паузы надо было бы заполнять. Я вот думаю, какой костюмчик подобрал бы Филипп Бедросович для того, чтобы развлекать публику в этих паузах и потом уже сделать финальное выступление на фоне горящего костра, он бы, вероятно, пел и плясал, да? Ну, причем, ведь смотри, есть же какие-то вменяемые прецеденты, потому что даже так ишь очень известное, но ужасно жадное и корыстное израильское радио, которое никогда своей выгодой не уступит и не упустит, тем не менее, оно пошло на то, что оно выкинуло из своего репертуара все песни этих прилукашенковских супчиков, полностью объяснив, что больше никогда значит, они вот этих вот прихвостней подпевал палача, они больше не потерпят. И вот разговор про то, что есть какая-то иллюзия сплотившихся вокруг Лукашенко людей, но это иллюзия, потому что если мы вспомним, я обычно говорю Бакаса, но это неправильно, я для скорости говорю, надо говорить Жан-Бедель-Бокаса, да, и вот Жан-Бедель-Бокаса, самый знаменитый тиран Африки 20 века, у него были похожие проблемы на сегодняшние проблемы Александра Григорьевича, правда, он решал их кардинально и честнее, он откровенно ел политических конкурентов, их арестовывали, забивали, готовили, и в дворцовом холодильнике всегда лежал парочка человеческих туш, но к вопросу о поддержке, ведь с тому же Бокасе, который реально ел конкурентов, Оля, их кто-то готовил, был же коллектив поваров, были официанты, тело надо было обмыть, нарезать, протушить, смешать со специями, ведь кто-то, улыбаясь, должен был... как эти люди вообще появляются, вот как люди привыкают к такому? Они есть, они есть в принципе, ведь действительно кто-то Бокасе с улыбкой выкатывал в зал сервировочный столик с жареной человечиной, и там были гости, и там были министры, и все хихикали, и все пробовали, потому что пробовать было нельзя, Бокаса, как ты помнишь, был пожизненным правительством. Кстати, самый пикантный факт из жизни этого полудурка Бокасе, самый пикантный факт, что он в Артеке, посещая Советский Союз, он был принят в пионеры, когда ему было, по-моему, 48 лет, ему повязали галстук, а как его... почетные пионеры, Как его целовал Брежнев, как его целовал А кого он не целовал, Александр Глебович, извините. Ну вот смотри, у Лукашенко, который всю жизнь, не читал быть похожим на Альенда, едва получается быть похожим на Бокасуму. Не знаю, чем закончился этот тогдашний вечер Лукашенко, и подавались ли там печень Тихановского или пальчики Колесниковой в Лукашенковском дворце для эстрадных гостей. гостей. Прямо сейчас должно происходить, извините. Да, но теперь стало известно еще и про то, что в орбиту угроз были включены дети тех угроз, которые заставили Тихановскую покинуть страну. Это окончательно опещеривает образ Лукашенко и абсолютно лишает его всяких надежд на продолжение. Сейчас опять... Справедливости ради скажу, что манипулировать детьми в борьбе с политическими противниками Александр Григорьевич начал очень давно. Да. Вот сейчас он дошел до Крещенга. Это было еще со многими другими людьми. Мы это все прекрасно помним. На самом деле. Но если раньше это было рукоделие идиота, да, такая тудотропия картофельная, то теперь, к сожалению, все это приобрело масштаб накал и особое набатное звучание, которое уже известно всему миру. Провинция в Таиланде и там огромные были проблемы, потому что на нормально ходящих, идущих граждан стали нападать организованные стаи обезьян. Там оголодавшие обезьяны за счет отсутствия туристов, которые их подкармливали и развлекали. И было принято единственно правильное решение этих обезьян отловить и кастрировать. Вот я думаю, что минский ОМОН там причем тоже сходство с ситуацией, потому что долго пытались понять, куда они награбленные у местных жителей тащат початки, булки, куски пиццы. Выяснилось, что они тащат это все огромные усатые обезьяния. И я думаю, что если например в Минске тоже повторят эту практику, то будет потом очень смешно, когда ОМОНовцы тоненькими-тоненькими голосишками будут просить, вежливо просить граждан расходиться. Субтитры сделал DimaTorzok